Взрывы и воздушная тревога Дуда в Киеве признал, польские танки есть в Курской области, Нью-Йорк Таймс, США и Британия передают снимки российской территории, Гардиан, Киев хочет дальнобойные ракеты и разрешения. Зеленский по случаю Дня независимости рассказал о применении дальнего дрона ракеты. Вашингтон-Пост США готовы слать больше бронетехники и боеприпасов. Главы МИД Евросоюза на этой неделе обсудят отправку военных инструкторов. Бывший премьер Степашин СВО превратилась в настоящую войну с НАТО. Украинский МИД призвал Беларусь отвезти войска от границы во избежание, цитата, трагических ошибок. Россия и Украина обменялись пленными. Уполномоченная Москалькова. Это были срочники. Путин. Успешное завершение СВО. Условия долгосрочного развития России. В Париже задержан основатель Телеграм Миллиардер Дуров. Ему грозит 20 лет за отказ сотрудничать с властями в борьбе с терроризмом, педофилией и распространением наркотиков. Во Францию бизнес-джет Дурова прибыл из Баку. Песков. Там не было встречи с Путиным. Газеты отмечают, следствия могут интересовать ключи шифрования для доступа к закрытым данным. Администрация Телеграм Дурову нечего скрывать. Мизулина Дуров русский гений, мы должны биться за него до конца. Симоньян его закрыли, чтобы забрать ключи, он их отдаст. США ввели новые санкции против российской экономики в списке четыре столицы компаний. Среди них дочки Норникеля, Евраза, Мечела, Новотека, МТС и других. Кроме того, Центр финансовых технологий, разработчик софта для золотой короны. Вскоре после этого грузинские банки начали отклонять переводы из России через золотую корону. Курская область впервые экспортировала в Китай 2000 тонн зерна. Россия резко на 200 тысяч тонн нарастила экспорт мазута, в первую очередь в Китай, Индию и Саудовскую Аравию. Коммерсант пишет о росте популярности программ трудоустройства по схеме «Приведи друга за деньги». Доля таких вакансий достигает 30%, а вознаграждение 40 тысяч. При этом ЦБ фиксирует двукратный рост просрочки по кредитам наличными. Общая задолженность по зарплате достигла полумиллиарда рублей. За два месяца она выросла на треть. Китай требует от США немедленно прекратить дурную санкционную практику после того, как Госдеп внес в черный список еще 42 компании за помощь России. В то же время мировая пресса сообщает о развитии канала закулисных переговоров между Вашингтоном и Пекином. В Китай летит Салливан, его встретит в Ан-И. Япония подняла истребители после появления в небе китайского разведывательного самолета. На фоне эскалации в Мьянме, где идет гражданская война между прокитайской хунтой и провашингтонскими повстанцами, Ноак начинает приграничные учения со стрельбами. После очередного инцидента рядом с рифом Скарбора власти Филиппин обвинили Китай в постоянных агрессивных, непрофессиональных и незаконных действиях в Южно-Китайском море. А газета South China Morning Post китайского олигарха МАА напечатала статью, предупреждающую Филиппины о риске уничтожения в случае войны между США и Китаем. IBM закрывает представительства в Пекине и Шанхае. Будут уволены тысячи сотрудников. Хизбалла и Израиль в шаге от полноценной войны. Накануне стороны обменялись ракетными ударами. Нитаньяху провел чрезвычайное заседание кабинета и распорядился бомбить юг Ливана. В атаке участвовали 100 истребителей. Хизбалла обещает ответ, не дожидаясь действий Ирана. Пентагон оставляет в регионе две авианесущие группы. Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями беспилотников. Погранвойска КНДР получили в августе 250 пусковых установок для тактических баллистических ракет. В немецком Золингене на живой теракт во время городского фестиваля. Трое погибших. Ответственность взяла запрещенная ИГИЛ. Ультраправая альтернатива для Германии призвала жителей Тюрингии сделать выводы на местных выборах 1 сентября. В Дуйсбурге акция протеста рабочих военного концерна Тиссон Круп в связи с закрытием предприятия и возможным увольнением 3000. В Австралии законодательно утверждено право рабочих пропадать со связи в нерабочие часы. Впрочем, норма не коснется крупного бизнеса. В среднем на каждого австралийца приходится 5,5 часов неоплачиваемых переработок в неделю. Мировые производители оружия идут к рекордным прибылям, рассказывает Financial Times. Через год 15 главных концернов получат 52 миллиарда долларов. 25 миллиардов приходится на американские корпорации, для которых это двукратный рост к 2021 году. Минтор Китая объявил об ограничении экспорта сурьмы для защиты нацбезопасности. Треть поставок приходилось на США. Сурьма используется в производстве вольфрамовой стали и боеприпасов, вплоть до ядерного оружия. В Аргентине либертарианец Милей отошел от принципов и пообещал нарастить военный бюджет с 0,5% до 2% ВВП, вернув военным престиж. ФАС возбудило второе дело против издательства «Просвещение» за монопольные и завышенные цены на учебники. Минпросвещение опубликовало программу «Семьеведение» для 5-9 классов. Она предполагает составление генеалогического древа, укрепление памяти о поколениях рода и рассказ о сделках с семейным имуществом. Учителя возмущены заявлением Росстата о том, что их средняя зарплата по стране превысила 100 тысяч. Математик и блогер Саватеев опубликовал данные о доходах подмосковного учителя информатики – не больше 47 тысяч при полной нагрузке. Адам Кадыров получил орден Кадырова, это десятая награда. Протеерей Ткачев, человек отличается от животного только одним – тем, что он молится. Конец цитаты.